В ноябре 2011 года была получена информация из республики Саха-Якутия от наших коллег о том, что при проведении радиационного контроля, сдающегося в эксплуатацию жилого дома, у нас действуют правила, что на сегодняшний день любой объект, законченный строительством, будь то жилой дом, производственное помещение, или сооружение, общественное здание, перед вводом в эксплуатацию они проходят радиационный контроль. При проведении такого радиационного контроля были выявлены радиоактивно загрязненные элементы контактной арматуры, с помощью которых должны были быть присоединены счетчики горячей и холодной воды. Поставщиком этой продукции была наша санкт-петербургская фирма, достаточно известная и крупная ООО «Метр». В этот же день мы возбудили административное расследование, вышли непосредственно в производственные помещения этого «Метера». В этот же день провели радиологическое обследование и офисных, и бытовых, подсобных, складских, производственных помещений в «Метеры». Ничего, продукция, имеющая радиоактивное загрязнение у нас здесь в Санкт-Петербурге, выявлено не было. Поставки осуществлялись через малое предприятие такое ООО «Алиф». Страна происхождения был Китай. Название организации я вам не скажу в Китае. То есть это, так скажем, мы не установили. Это является неким превышением нормы, потому что наши нормативы, принятые в нашей стране, достаточно жесткие. Но Санкт-Петербургский институт радиационной гигиены проводил исследование по факту выявления данной председательной арматуры. И сделал заключение о том, что если даже предположить, что в квартире у среднестатистического гражданина установлена такая председательная арматура, в ванной или в туалете, и предположить, что человек проводит в этом помещении не больше часа в день, то та суммарная доза, которую он получит в год от данной председательной арматуры, будет в 25 раз ниже, чем естественная доза, которую мы получаем от техногенного фона. Даже если вы эту гайку будете кипятить, радионуклид, который находится в структуре металла, он в эту воду не выйдет. Продолжение следует...